друзья всем приветствуем яков и сегодня мы с вами разберем ведьму который будет качаться как некромант и наносить руну с помощью своих зомбарей то есть у нас сегодня зомбовод это не обычный зомбовод это баранованный зомбовод то есть в этого зомбовода мы акцент будем делать изначально на силу то есть чем больше у нас силы будет во первых тем мы будем скажем так жизнеспособнее тем наши зомбари будут наносить больше урона ну и вообще у нас будет больше зомбарей и что касается именно этого зомбовода дорогие друзья это наверное не совсем бюджетная сборка то есть если вы хотите собрать бюджетного зомбовода то вам надо собираться немножко по-другому ролик если что у меня есть на канале тоже довольно классный мощный бюджетный билд ну а если у вас появились уже какие-никакие накопления можно попробовать собрать и данную сборку и что касается этой сборки то она где-то вам будет стоить приблизительно может быть сфер 15 возвышения а может даже и больше так что дорогие друзья где-то рассчитывайте так но в любом случае что касается геймплея тут опять-таки получается у нас симулятор бега то есть мы просто бежим а наши зомбари всех уничтожают если вам интересно то давайте разберемся и с блудом и скипировкой поехали итак первое что нам пригодится это броня гнездо саквали что касается этой брони то она будет дорвать нам не маленькое количество характеристик естественно больше всего нас интересует сила кроме того наши ауры будут удерживать меньше маны а также умение дуб птицы получают усиление на сто процентов следующий предмет который вам пригодится это шлем ворон он добавляет нам силу будет увеличивать количество здоровья наших приспешников ну а также половина нашей силы будет переходить на приспешников что это дорогие друзья обозначает что чем больше силы перейдет на приспешников это значит что у них будет тем больше здоровья, а также тем больше физического урона в ближайшем бою они будут уносить. Но в этом гейплее мы, само собой, должны как можно выше поднимать показатель нашей силы. Не только для того, чтобы увеличить свой урон, точнее урон от наших зомбарей, а также, чтобы еще и увеличить количество зомбарей. Потому что благодаря оборону мы будем получать одного дополнительного зомбаря за каждые 300 единиц силы. И что касается этой сборочки, дорогие друзья, то мы тут будем стараться выходить, точнее не стараться, а выйдем на показатель 1200 единиц силы. Ну а дальше, я думаю, вы понимаете. Хотите получить еще одного зомбаря, вы должны выйти уже на 1500 единиц силы. Ну а пятки, сами понимаете, предыдущий рубеж это 900 единиц силы. В любом случае, чем больше у вас силы будет, тем лучше. Потому что пятки, повторяюсь, благодаря этой шапке барон, что половина силы будет как раз переходить на наших петов. А это значит, что они дамажить будут мощнее. Так что если вы достигли 1000 единиц силы, не печальтесь. Да, у вас дополнительного зомбаря не будут. Но текущие зомбари, какие у вас есть, они все равно будут дамажить мощнее. Нежели, допустим, у вас было бы 900 единиц силы. Следующий предмет, которому пригодится, это амулет Астроментис. Ну и с помощью этого амулета мы очень неплохо будем поднимать наши характеристики. Опять-таки, больше всего нас волнует сила. Также обратите внимание, что в этом предмете имеется зачарка. Эта зачарка делается благодаря маслам. И она нам дарует пассивку в ладах со смертью. Что делает эта пассивка, напомню. Она нам дарует одного дополнительного зомбаря. Но также увеличивает скорость атаки зомбарей. То есть, в сторону этой пассивки мы теперь можем и не прокладывать свой маршрут развития. На поясе у нас находится обод гиганта. И с помощью этого пояса мы будем повышать показатели нашего здоровья. Увеличивать характеристики на 15%. Это идеальный максимальный прок. А также, благодаря механике пояса, мы будем избавляться от поджога. На ногах у нас располагаются ботинки Тропа Войны Альберона. С помощью ботинок мы получаем броню, сопротивление к хаосу, повышаем скорость нашего перемещения. Но самое главное, мы сможем повысить показатель нашей силы. И это в процентном значении. Опять-таки, идеальный шанс это 18%. На руках у нас находятся перчатки на пусте Миги Норда. С помощью этих перчаток мы будем повышать свою броню. Ну а самое главное, мы получим 100 единиц силы дополнительно. А это очень немаленькая цифра. Это вот такие наши были уникальные предметы. Остаются у нас 4 желтых предмета. Во-первых, это 2 кольца. И так как мы используем очень много уникальных предметов, то на этих кольцах нам надо добирать, естественно, как можно больше здоровья, а также сопротивление ко всем возможным стихиям. Кроме того, обратитесь, что на одном из колец как раз-таки у нас присутствует умение Дух Птицы, которое с помощью нашей брони будет еще и усиливаться. Что дает этот Дух Птицы? Этот Дух Птицы будет запускать 2 скилла поочередно. Это Птичью Силу, а также Птичий Полет. И одно умение будет взорвать нам шанс нанести двойной урон, как нам, так нашим приспешникам. А второе умение будет помогать нам увеличивать скорость перемещения. Что нашу, что скорость приспешников. Ну а вторые 2 желтые предмета это наше одноручное оружие. И с помощью этих оружий, как видите, мы поднимаем скорость атаки наших приспешников, урон наших приспешников. Ну и в принципе это все, что нас интересует от оружия. Если вы захотите еще усилить ваших зомбарей, то вы можете взять одно, но двуручное оружие. И один из вариантов вы сейчас видите перед своим глазами. То есть, дорогие друзья, здесь у нас уже на выходе получается Симилинг. Потому что, как видите, в оружии уже условлено усиление связки камнем и вече 20 уровня. Также вы видите, какие неплохие свойства получены путем мультикрафта. Ну и так как я напоминаю то, что я сказал в начале ролика, что это у нас разбирается дорогая сборка, то, само собой, это двуручное оружие тоже будет стоить вам совсем-совсем недешево. И стоит будет где-то порядка 15 сфер возвышения. Так, теперь давайте разберем наши связки. И наша главная связка находится у нас в броне. Это 6-ти линк. Камни тут следующие. Основное наше умение это поднять зомби. Но остальные камни поддержки наших зомбарей будут бафать. Камни следующие. Это урон приспешников. Далее скорость приспешников. Затем голодное остервнение. Потом медка смерти. И последний камень это физический урон ближнего боя. Опять-таки, если у вас появится дополнительный бюджет, и вы захотите еще усилить вашего персонажа, то вместо камня скорость приспешников вы можете взять камень усилитель, но четвертого уровня. Усилитель четвертого уровня повысит уровень камня. Призы в зомби. А это значит, что ваши зомбари будут дамажить мощнее. Кроме того, этим же действием он и увеличит количество ваших приспешников. А это значит, что количество зомбарей тоже будет увеличиваться. Больше зомбарей, они дамажат мощнее. Что еще надо для идеального дамага. Но тут, дорогие друзья, сделаю такое небольшое уточнение. Мало ли для тех, для кого этот вопрос непрозрачный. То есть, если вы будете играть с помощью подобного двуручного оружия, которое я показал немного ранее, то вы, естественно, вашу главную связку собираете именно в этом двуручном оружии. То есть, имейте ввиду, когда будете экипироваться. Далее связка располагается у нас в голодном уборе. И камни тут следующие. Это здоровье приспешников, далее маги крови, потом призыв трупного голема, ну а также сотворение призрака. То есть, с помощью этой связки, благодаря трупному голему, мы будем бафать урон наших петов. Также бафать урон нашей группы будут еще и призраки, потому что они будут даровать нам заряды, заряды энергии и заряды ярости. Кроме того, с нами еще будет бегать призрак, который будет на противников навешивать проклятие слабость. Но благодаря слабости, противники по нам будут наносить меньше урона. Что обычного прямого урона, что и критов. Что это за призраки, как они называются, что они на нас навешивают и где их можно найти, вы сейчас видите перед своими глазами. Так что по этим локациям переходите, и этих призраков можете вызывать себе на помощь. Точнее, на помощь вашим петам. Следующая связка располагается у меня в ботинках, и камень тут следующая. Это холодная ненависть. Благодаря этой аурии мы будем повышать наш урон. То есть, даровать нашим петам дополнительный урон от холода. И чтобы этот баф усиливался и работал чисто на петах, мы используем камень щедрость. Камень портала тоже находится в этой связке, но просто так, для того, чтобы экономить место в инвентаре. Ну а дальше у меня тут расположен еще обособленный камень спешка. Ну и спешку, дорогие друзья, лучше не линковать вместе со щедростью. То есть, пусть этот камень у вас будет обособленный. Чтобы спешка работала как на вас, так и на ваших петов. Потому что она, как-никак, будет еще и вам скорость перемещения увеличивать. Как и скорость атаки всей вашей группе. Ну, в частности, конечно же, петов. Далее связка располагается у нас в перчатках. И камень тут следующая. Это софтференчар при получении урона. И когда мы этот урон будем получать, будет создаваться осквернение. То есть, на земле будут создаваться трупы. Но по этим трупам будет применяться умение подношения плоти. И благодаря этому скилу, мы будем повышать скорость атаки наших петов. И дабы этот баф от поглощения работал дольше, мы используем камень продления. Ну и что касается уровня прокачки данных камней, вы сейчас видите перед своим глазами. То есть, выше этих уровней данный камень качать не стоит. Чтобы вы потом не задавали вопросы, почему одно или второе умение, допустим, у вас не запускается. Далее связка располагается в одном из моих оружий. И первое тут это связка перемещений. Это огненный рывок, а также ускорен сотворение чар. Далее, третий камень. У меня тут располагается сбор. И с помощью этого скилла мы будем притягивать противников как можно ближе к нам. Другими словами, контролить. Ну и последняя связка располагается во втором моем оружии. И камни тут следующие. Это аниматрон. Далее, живой щит, ну а также здоровье приспешников. То есть, это, по сути, наш приспешник, который будет бафать урон всей нашей группе. И что касается приметов данного аниматрона, вы сейчас тоже видите их перед своими глазами. То есть, это посох, броня, ботинки, ну а также головной убор. Ну и с помощью этой сборочки мы, по сути, будем бафать урон всей нашей группы. В частности, конечно же, наших зомбарей. Что касается перчаток аниматрона, то я на себя надеваю обычные желтые перчатки, которые увеличивают мой запас здоровья. Точнее, запас здоровья моего аниматрона, но также его сопротивление к стихим. То есть, максимально возможные желтые параметры берите у этих перчаток и на аниматрона одевайте. Главное, чтобы это все было бюджетно. Что касается флаконов, то мы используем Кровь Коруи, далее Базальтовый флакон, потом Гранитный флакон, ну и два Артута флакона для ускоренного перемещения. По Квасу с Ботитами, дорогие друзья, мы убиваем абсолютно всех разбойников, для того, чтобы получить два дополнительных очка пассивных навыков. По Пантону сверху мы выбираем Душу Лунарис, ну а снизу мы выбираем Душу Город Кул. И это все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с деревом пассивных навыков. Ну что ж, для начала пассивки Восхождения. Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, мы ведьму превращаем в некроманта и делаем в сторону пассивки Бездумная Агрессия. После второго лабиринта мы забираем пассивку Неестественная Сила, после третьего лабиринта мы забираем Костяная Преграда, ну и после четвертого убер лабиринта мы забираем Повелителя Тьмы. Такие были наши пассивки Восхождения. А теперь давайте посмотрим на наше дерево пассивных скиллов в целом. Ну а вот, собственно говоря, и оно. Если что, как всегда, ссылка на него будет находиться в описании под роликом. Так что в описании переходите, внимательно смотрите, ну и по ссылке можете с деревом ознакомиться. А теперь давайте разберем его главные аспекты. Итак, наша главная задача, что благодаря нашим приветам экипировки, что благодаря нашему дереву добиться того, чтобы у нас силы было как можно выше. Идеально, конечно же, это хотя бы рубеж 1200 единиц. В этом нам, в принципе, неплохо будет помогать два таких самосвета, как упорное обучение. Они, как видите, добавляют нам единицы силы, а также интеллект в радиусе тоже будут переводить силу. Это вот находится у нас один самосвет здесь, а второй самосвет находится у нас здесь. Также очень неплохо пригодится нам самосвет, который будет даровать нам тоже дополнительную силу. И это в процентном значении. Называется этот самосвет туша. Ну и что касается дальнейшей прокачки по этому дереву, допустим, в частности, ниже, 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 мы идем в сторону повышения нашего здоровья, а также повышения общего показателя силы. Потому что чем больше мы таких пассивов здесь поднимем, тем нам будет легче этого рубежа в 1200 достигнуть. Но остальные пассивки, кроме того, что я говорил, на повышение нашего здоровья, мы, естественно, берем такие, которые будут повышать скорость, точнее не скорость, а урон наших приспешников. Эти пассивки присутствуют, как в левой верхней части дерева, ну и в верхней центральной части дерева они тоже имеются. Так что тут у нас в центре имеется пассивка, который будет нам еще даровать одного дополнительного зомбаря, что тоже будет не лишним. И это, в принципе, все, что касается нашего дерева. Напоминаю, опять-таки, если что, ссылка на него будет находиться в описании под роликом. Так что переходите и ознакомлюсь здесь. Ну а теперь мы с вами давайте ознакомимся с геймплеем. Что касается геймплея, дорогие друзья, то тут, как я сказал в начале ролика, это, по сути, симулятор бега. Так мы и действуем. Мы просто бежим ногами, если захотим ускориться, прожимаем умение огненный рывок. То есть это умение немножко ускорит наше перемещение, а также будет помогать перепрыгивать через барьеры. Так что, если что, вы можете управлять вашими зомбарями, используя метку смерти. И, дорогие друзья, обращаю ваше внимание, что тех противников, которых вы отметите меткой, тех противников как раз таки зомби и будут атаковать. Кроме того, по отмеченным противникам они еще будут наносить больше урона. Ну, в частности, конечно же, это больше касается каких-то жестких мобов, а также боссов. Так что, когда вы убедились, что все ваши спектры живы, все ваши зомби подняты, также живы и матрон, заходим на карту и быстренько-быстренько ее пробегаем. А самое главное, что эти зомбари будут ее быстро вычищать. Что первую карту, что 16-ю карту. Естественно, по откату прожимаем наши флаконы, для того, чтобы себе даровать дополнительную защиту, но также ускоренные перемещения. Кроме того, не забывайте еще про новое умение Костяная Вроня, которое становится доступным благодаря нашим пассивкам восхождения. И с помощью этого скилла вы тоже будете повышать свою защиту, как вы, так и ваши приспешники. Кроме того, Костяная Вроня при активации будет избавлять вас от кровотока. Так что, как только вы кровоток услышали, или на вас, допустим, или же на ваших зомбарях, эту Костяную Вроню прожимаете. А вообще, прожимайте ее подкату. Так что, по сути, вот так мы бегаем, 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 бегаем на протяжении всей карты. Но что касается битвы с боссами, то там надо будет немножко постоять. Постоять, в некоторых случаях поворачиваться от атак боссов. Другими словами, вам надо ждать, пока ваши зомбари этого босса будут уничтожать. Но на этом, в принципе, у меня все. Что вы думаете о сборке, пишите в комментариях под роликом. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. И желаю удачи в фарминг гейма. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.